Практическая психология Хорошее представление Точка – это когда заканчивается всё Так как у нас развод, значит, где-то там была семья То, скорее всего, в семье есть дети И это очень сильно касается детей И поэтому точку поставить в отношениях невозможно Да, согласна с вами А вот если детей нет, то тогда можно поставить точку? Тогда, наверное, можно Конечно, люди, если они правильно выходят из развода То всё равно с этим человеком прожита достаточно большая часть жизни Ну, скорее всего, не один год Вряд ли люди разводятся через три дня после свадьбы? Хотя и такое бывает Да, и такое тоже бывает Да, бывает То есть этот человек был мне близким достаточно долгое время И вычеркнуть его из жизни совсем Значит, вычеркнуть вот те годы, которые были Зачем? Зачем? Да, но нашему населению свойственна категоричность И вот сегодня, наверное, в программе Мы покажем и расскажем, что можно по-другому Да, конечно, это просто взять топор, как говорится И разрубить вот этот канат, который вас связывал Все эти годы, дни, месяца Не знаю, у каждого будет по-разному Но у нас ведь тема-то, да Выход на новый уровень отношений Дело в том, что недаром говорят Хочешь мира, готовься к войне Да, выходя замуж или женясь Да, может быть, даже стоит задуматься А если вдруг не сложится, то как я буду выходить из этих отношений? Вообще, имеет место быть вот именно такая формулировка? Мне кажется, да, это достаточно хорошее продумывание отношений Кто-то сейчас скажет Да, что вы вообще говорите Да, вы должны выходить раз и на всю оставшуюся жизнь Да, пожалуйста Прекрасно, просто сейчас, к сожалению Да, как Девушки выходили замуж Или молодые люди женились Например, 150 лет назад Даже 100 уже не буду говорить, да, 150 Вот раз и навсегда И выхода нет Вы венчаетесь в церкви, и это навсегда Сейчас, к сожалению А может быть, к счастью, я не знаю Для кого как Такого нет Сейчас можно выйти из любых отношений Из любых В любой момент Не сейчас не удержать совершенно ничем Ни квартирами, ни парткомом, как было там в советские времена Ни венчанием, ни детьми Да, потому что я очень считаю, что причина быть вместе только одна Это любовь Ну и при этом, да, и удержать сейчас можно человека другого рядом с собой Только одним Это самим собой Если ему со мной хорошо и интересно Ему со мной лучше, чем без меня Даже если у нас какие-то там, как всегда, недовольства, недопонимания Какие-то там ссоры, это не важно Но если ему без меня хуже, а со мной лучше Мы будем рядом Хорошо, но тут опять-таки я хочу прямо сделать такую поправочку Можно, да? Мне должно быть тоже очень хорошо с этим человеком Конечно, и он меня может удержать тоже только с собой А больше ничем Потому что вот это когда в отношения входят два абсолютно автономных, здоровых человека Которым не нужен костыль в данный момент Да, не нужна какая-то опора, поддержка, понимание Вот в том вселенском масштабе, да А мне хорошо, да, тебе со мной хорошо И мы имеем право на счастливый союз Мы можем его построить Ключевое слово построить Построить, да, сейчас это модно, да, говорить Строить отношения Да, наверное, это хорошая фраза Строить, создавать Потому что отношения не... Они не статичны Они... Это как живой организм Он живет, он растет, он иногда болеет Потом может выздоравливать Он цикличен, он проживает определенные кризисы Да Ну, как у человека, это живой организм Его действительно надо строить О нем надо заботиться об отношениях Да, и тогда шанс прожить долго и счастливо Что развод будет, не будет Да Как бы есть, да, такое Конечно, конечно Но статистика печальна И мы с вами понимаем, что на создании семьи Такое количество людей Разводы Такое количество И при всем при этом Слава Богу, что люди не перестают Выходить замуж и жениться Да, то есть как бы все-таки Вот это такое понимание Классической семьи В нашей стране В нашей стране она очень сильная Присутствует И меня это радует Я тоже очень за Итак, значит, мы Я правильно поняла Что если в отношениях в семье Не возникли Ну, не родились дети Да, то Но возникли, например Предпосылки к тому Что все Люди говорят Что наши отношения И жили себя Я предлагаю нам с тобой Расстаться Ведь тут ведь тоже очень много Вот исторических таких данных Да, вот это трагизм Да, то есть как бы любые отношения Закончить отношения Это всегда, как говорится Расставание, маленькая смерть Да, это тяжело Вот как, вот пока мы рассматриваем вариант Без детей Без детей, да Как можно выйти на новый уровень отношений И остаться друзьями И возможно ли вообще это? Остаться друзьями, конечно, возможно Потому что нас все равно Действительно что-то связывает Иногда даже связывают общезнакомые, да? Конечно Родители знакомы друг с другом Общие друзья Ведь сейчас делить придется все Друзей, это точно Родители, конечно, они как бы разведутся Каждый к своему ребенку А друзей-то делить придется Скорее всего они общие То есть, да, с кем-то семьями дружили Как правило, семья остается с кем-то одним Из тех, кто развелся Как показывается практика Да, то есть потом вряд ли Разведенные супруги будут с удовольствием И вообще приходить И на какие-то общие встречи Такого, как правило, не бывает Потому что я не знаю Какие высокие отношения должны быть Чтобы так осталось Да, поэтому делить придется все И, конечно, это очень тяжело Потому что рушится Действительно рушится вся та жизнь Которая была Вот эта вот Достаточно привычная Устойчивая Ты знаешь, кому позвонить Ты знаешь, с кем провести выходные Ты просто знаешь, как у тебя идет жизнь И тут раз И все так Все рассыпано А еще, да, вот состояние такое Опять-таки Внутренней трагедии Очень часто бывает Что они предпочли, например, его Остаться с ним Да, а не со мной Ну, это да Вот это же, опять-таки, про дружбу Потому что дружба Особенно в период Вот таких кризисных ситуаций Она огромный ресурс Да И кто тебя поддерживает На этом пути Прохождения этого кризиса Это очень бывает болезненно Да Часто очень девочки дружат с девочками С семьи мальчики с мальчиками И очень часто, если пара распадается То девочки как бы уходят с мужьями Вот к молодому человеку Туда Эту пару Вот Да, это очень болезненно Дружба вообще, мне кажется Когда распадается дружба Это едва ли не более тяжелая ситуация Чем Да, но я знаю выход из ситуации Да Дело в том, что когда вот мы входим в отношения Да, у нас появляются общие какие-то друзья и знакомые Да И важно при всем при этом Когда ты прямо вот в этих отношениях Как говорится, пускаешь корни там Да, когда ты вот уже, вы знаете, с мужем Что вот эти друзья ваши Вот это, да Не забывать своих собственных друзей Это да Да, то есть как бы вот Мы часто сталкиваемся с тем, что Например, девушка дружила-дружила со своими подругами Вышла замуж, а подругах своих забыла Забывается, да И вроде как, ну Девочки пожали плечами, да И сказали, ну да Ну как бы ты теперь замужем Поэтому мы понимаем твой выбор Так вот, важно Будь замужем И при этом не забывать про своих друзей Которые были до твоего замужества Или там до твоей женитьбы Потому что Всегда это люди-ресурсы Ну если мы их, конечно, не рассматриваем В качестве ресурсов, да Рассматриваем в качестве дружбы Так, конечно, да Еще очень часто ведь бывает Когда молодой человек Не приветствует Общение с подругами Которые были до замужества И если я Продавлюсь То я Останусь В достаточно неустойчивом положении В психологическом случае Что? Кто будет меня поддерживать? То есть мы сразу же Давайте как психологи Скажем, что это нездоровая ситуация Нездоровая Нездоровая Не ваша супруга Да В норме Не должна ставить Вот вопрос Вот таким вот прям Выбора Либо я, либо нет Это точно не о здоровых отношениях Да, и если Это происходит То задайте себе вопрос Да, что можно Могу ли я сесть Обсудить это Вот сейчас Может, потому что Вот потом Вот именно эти Маленькие камушки Которые попадают вам В кроссовки На вашем жизненном пути Могут стать причиной Вашего расставания Когда-либо Тут аккуратно Прямо с самого начала Мы же выстраиваем отношения А это начинается Прямо сразу после Даже, наверное, еще до свадьбы Да, со свадьбой Просто чуть-чуть меняется Вот поэтому Хорошо У нас Есть еще такой вариант Что в отношениях Да, в семье Родились дети И мы с вами знаем Что дети, в принципе Никогда не удержат Семейную пару От развода Если там Нездоровые отношения Если там Уже Нет этого клея Который Раньше Сдерживал Мужчину и женщину Как правильно Здесь Выйти из отношений Сначала В роли Какие мы там Роли отыгрываем Муж-жена Муж-жена Папа-мама Муж-жена Конечно Роли Разрушаются И они уже больше Не останутся Никогда не останутся После развода Все Мы два свободных человека Мы устраиваем свою жизнь Отдельно друг от друга Мы превращаемся В мужчину и женщину Даже я бы сказала В личность Личность по отношению К себе Потому что Гендерных Каких-то отношений Уже не может быть Это вот Человек-человек А мама-папа Они остаются навсегда И я надеюсь Что оба Будут это понимать И будут это поддерживать И самое-самое главное Очень часто приходят Обращаются с вопросами Родители И мужчины И женщины Как правильно Как правильно Преподнести ребенку Как правильно Выстраивать отношения Ну ребенку Преподнести Наверное Это уже понятно Сказать что К сожалению Мы не можем Оставаться вместе Так получилось Мама с папой Сейчас будут жить отдельно Но мы тебя любим Мы всегда останемся Твоими родителями Ты наш замечательный ребенок Мы всегда твои Мама и папа И для тебя Ничего не меняется Вот так Если спокойно объяснить Опять-таки Как говорится Без слез Надрыва И какой-то трагедии Не надо Пафоса такого В отношениях Ну и самое главное И самое сложное Самое сложное Для разводящихся Родителей Это никогда Ни при каких обстоятельствах Краем глаза Уха Еще чего-то Чтобы ребенок Не слышал Ни одного плохого слова В адрес Того родителя С которым он В данный момент Не общается Ну не общается В смысле Вот идет разговор какой-то Мама с папой Ну вернее мама там Не мама с бабушкой Это не обсуждает При ребенке Даже если им кажется Что он этого не слышит Не мама с подругами Даже если и по телефону Ребенок все слышит Да Они такие ужасные Да Они очень любят Взрослые разговоры Поэтому ребенок слышит все И Даже если ваш муж поступил По вашему С вашей точки зрения С вами как-то Некрасиво Некрасиво Нехорошо Обсуждайте с кем угодно Только чтобы ребенок Этого не слышал Только за пределами Того помещения Где сейчас ребенок А все потому Что ребенок состоит Из части мамы и папы И если он слышит Что папа плохой Или мама какая-то не такая То ребенок начинает Сомневаться в своей целостности Конечно Ребенок подсознательно Ребенок не сидит И себе там графики Не чертит Это мамина Это папина Нет Но подсознательно Он начинает отвергать Часть себя Он считает себя плохим В какой-то части Ведь мама раз ругает папу Чаще всего это Хотя и папы То есть часть меня Она плохая Я плохой Это так глубоко На подсознательном уровне Что вытащить это тяжело Но это так сказывается Потом на дальнейшей жизни Человек Очень сильно И у ребенка У маленького Вы просто представьте Даже не у маленького Мне кажется В любом возрасте У маленького особенно Почему-то Очень часто Родители заботятся О том Как маленькие дети Это воспринимают Так вот у маленького ребенка Он в этом плане Немножко более уязвим Потому что Вы можете Как взрослые люди Обсудить проблему С родителями С друзьями Сходить к психологу Просто там Как-то пообщаться Ребенок Придя в детский сад Не будет говорить С ребятами о том Что у меня разводятся родители Ему вообще Не с кем поговорить Все Все это он переживает Внутри себя И отсюда начинается Покусал Да Разрушил Стукнул Да Ему куда Ему как выплескивать Особенно если Мама еще говорит Ты маленький там Ты потом поймешь У него сейчас Все процессы происходят Он не может Это не с кем Отложить на потом Конечно Да И вот отсюда Да действительно начинается И агрессия И что-то еще То есть в этом плане Маленький ребенок Уязвим Потому что ему Не с кем поговорить Зато подростки Уязвимы с другой стороны Ко мне вот за всю Мою практику Ни разу не приходил Не приходил родитель С вопросом У меня ребенок Подросток Как мне ему Преподнести наш развод У родителей У родителей ощущение Что он же уже большой Все понимает Все понимает Да и вообще Ему уже давно не до нас А ребенок В подростковом возрасте Конечно уходит А ребенку в любом возрасте Даже я знаю Что 25-летние Когда у них родители Разводятся И у них уже Своя собственная семья Они и то Очень болезненно переживают Процесс расставания родителей А подросток Он же в очень Увязвимом положении У него Он и так-то сам себе не рад У него тут Гормональные всплески Тут у него отношения Тут у него с учебой Что-то не ладится А тут еще родители Да Придумали разводиться И он конечно Может это обсудить С друзьями Там еще с кем-то Но опять же Родители не так бережно К нему относятся Считая что они уже Не очень ему нужны Да А потом удивляется Вот как раз Достаточно часто Приходят уже потом И говорят У меня ребенок Ушел На улицу В девиацию В девиацию В наркотики Еще куда-то А мы тогда Разводились Ему там было 15 лет Мы разводились С папой Нам было не до него И вот эта ситуация Как бы совсем тяжелая То есть в принципе Вот все это Последствия Вот того Неправильного Очень часто бывает Да Когда ребенка Он же переходит То есть Из Маленького Да То есть он переходит Из ребенка Во взрослого человека Достаточно болезненный процесс Да Вот мне все время Я сравниваю его С тем как Змея например Да Вот шкурку меняет Она же вылазит Потом эти шкурки Там валяются Иногда можно увидеть И же старая шкурка Становится мала Вот ребенку Его детство Становится маленьким Он вылезает Это для зимеи Для самой Это неприятный процесс Тяжелый Ей надо вылезти И потом Когда она вылазит Она же У нее как бы Кожа-то еще не наросла Она очень уязвима Ее трогаешь Она прям Ей больно Так вот подросток Он в таком состоянии Он еще без кожи А мы ему тут Такую травму Причем совершенно Считая что он уже взрослый Ему объяснять ничего не нужно Объяснять нужно Нужно Обязательно Я сейчас просто думаю Сейчас некоторые говорят Так ну значит надо разводиться Когда ребенок уже вырастет Мы же знаем много Истории Когда люди живут друг с другом Мучаются Страдают Только для того Чтобы ребенок вырос Вот ребенок вырастет И вот тогда-то Я уже поставлю Например эту точку В отношениях Это тоже не вариант Дети никогда не держат Если отношения выжили Изжили себя Я тоже так же знаю Историю совершенно тяжелую Когда родители разводились Когда девушке Ребенку было 18 лет 25 30 В любом случае Это перестройка Семейной системы Это перестройка Семейной системы И у меня вот есть Даже такой совершенно Случай Когда Две сестры Когда у них родители Развелись Достаточно уже В взрослом возрасте Когда девочки были Там 25-27 Мама ко мне приходила Им уже было за 30 И она сказала У них нет семьи Я не дождусь видимо внуков Потому что они мне сказали Даже если наша семья Такая хорошая Такая идеальная Распалась Какой смысл Для них это было Таким ударом Что они сделали Даже решили не пробовать Решили не пробовать Обе И мама вот приходила Уже такая Конечно пожилая Она говорит Я просто в слезах Что это всегда тяжело Вообще Понравилась очень в одной книге Такая формулировка Если уж так сложилось Что вы разводитесь И у вас есть дети То подумайте Как нужно выйти Из этих отношений Чтобы ваши дети Пригласили на свадьбу И маму И папу Да Вот это тот самый Высший пилотаж Идеально Да Когда выросшие дети Понимают Они нуждаются В любом возрасте Да В своих родителях И вот пожалуйста Столько историй В литературе В средствах массовой информации Это когда мама говорит Я не хочу видеть На свадьбе твоей Например сыну Твоего отца Или я не хочу Увидеть На свадьбе Твою мать Вот как сохранить Даже при родителях То есть когда выходят При детях Родителям вот эти отношения На высоком уровне Самое главное Самое первое Что необходимо Это уважение Уважение К личности Другого человека Да Он скорее всего Или она Принес мне боль А ему скорее всего Тоже Давайте мы Перестанем Пилить опилки Старых обид Да Пережевывать Вот эту жвачку У нас сейчас Новый уровень отношений Мы уже не Муж-жена Не мужчина Женщина По отношению друг к другу Мы человек Человек Личность Личность Да И мать и отец Вот этих детей Да Если мы хотим Чтобы наши дети Были счастливы Мне кажется Это Это стремление Любого родителя Да Главное Желание Любого родителя Не надо портить жизнь Нашим детям Нашими же ссорами Да Не надо Если нам что-то Давайте переживем в себе Давайте переживем с психологом Да Детей Давайте сохраним Да Здоровыми Психологически Психологически Им своих сложностей В жизни хватит Им жизнь Задачно режет Не надо еще наши Да На них вешать Мы их как-то Сами разберем И я думаю Что дети будут И счастливы И благодарны И в пример Нас ставить потом Да И ориентироваться В своих отношениях На вот эти На наши отношения Да На отношения Папа и мама И в то же время Мы же Вот этим Выходом Да Транслируем Что даже Если отношения Закончились То жизнь Продолжается Конечно И мы остаемся Людми Все И мы Находим Слова Мы находим Время Для того Чтобы Не ранить Продолжать ранить Всю оставшуюся жизнь Или раниться От взглядов Звонков Выяснения отношений Да А мы находим силы Для того Чтобы принять Эту ситуацию И жить дальше Договариваясь Обсуждая Может быть Даже встречаясь Там Да Потому что Для детей Это тоже Очень-очень важно Видеть Что и папа Счастлив Вне мамы И мама Может быть счастливой Вне папы И очень часто Дети Даже на консультациях Если грамотно Родители развелись Да Они говорят Я стал еще Счастливее У меня теперь Есть две семьи У меня есть У папы Да И у папы Есть там Любимая женщина И у мамы Есть любимый мужчина И в принципе Даже если Это вроде как Ранит Взрослых Бывает же такое То ребенок Это воспринимает Исключительно Что все имеют Право На счастье Ребенок Действительно Может быть Очень счастливым В таких отношениях При условии Что ни одна сторона При нем Не обвиняет Противоположную сторону И у него Нет этого конфликта Внутреннего Когда его разрывают На части Что это очень тяжелая Тяжелая вещь Для ребенка В каком он конфликте находится Конфликт такой Лояльности Он же любит Обоих родителей Для него вообще Родители Конечно он понимает Что папа отдельно Мама отдельно Это два человека Но он так В голове не делит Для него родители Это такое единое целое И когда они Разводятся То вот эта целостность У него прям Рвется напополам И вот в связи с тем Что мы постоянно Занимаемся С вами Наташа Судебными И досудебными Экспертизами Очень часто приходится Суду принимать решение С кем же останется Ребенок С матерью Или с отцом В процессе развода Где он будет жить Что И вот Некоторые Взрослые Ребенка используют В этом процессе Как орудие мести Как орудие манипуляции И вот это конечно Больно видеть Это больно видеть Нам Специалистам Которые с этим работают Очень жалко детей Которые в этом конфликте Как разменная монета Вроде бы Каждый родитель считает Что он бьется За счастье Своего ребенка Не понимая Что он его просто уничтожает Что он его Действительно Создает все Чтобы ребенка Рвало на части Ну это Ну это ад Мало того Что все судебные экспертизы Это всегда Такая эмоциональная Нагрузка Для любого ребенка В любом возрасте Даже взрослым Это тяжело Проживается Поэтому Опять-таки Мы как специалисты Пытаемся Развернуть ситуацию Что может быть Лучше Не доводить Дело до судов Это крайний случай Лучше Садиться За стол Переговоров Если вы все-таки Принимаете решение Что вы расстаетесь Потому что Очень многие вещи Можно решить В досудебном порядке Не проводя детей Через вот эти Судебные экспертизы Да Да, конечно Если вы не можете Справиться вдвоем Позовите третью сторону Позовите там Медиатора Человек поможет Поможет разобраться Просто суд Если бы он примерял Было бы замечательно Суд просто поделит А залечивать раны Придется все равно Самостоятельно Причем не только вам Двоим Но уже и ребенку А если их два Там три То всем Когда ребенок Пережил вместе с родителями Вот это состояние развода Чаще всего Мы видим Вот это состояние Замкнутости Какой-то определенной Агрессивности Ну потому что Его мир распался И новый ему не предложили Или предложили Этот новый мир Для него еще Пугающий Что можно сделать Чтобы ему легче Было пережить Если мама Чаще всего У нас пока дети Все равно остаются С мамами Хотя сейчас Присаживайте Намного с папами Гораздо больше Чем раньше Разворачиваются Разворачиваются То есть если мама Видит что Ребенку тяжело А сама она Не в ресурсе Ей это ведь тоже тяжело А вот тут мне кажется Можно даже поправочку взять С кем бы не остался Ребенок Родители если видят Что тяжело Ребенку Да И сам он пребывает В точке боли То вот надо Что делать Надо сказать Прямой путь К психологу К специалисту Который поговорит С ребенком Вы Проблемы ребенка Не решите Он Хотя У вас могут быть Прекрасные отношения Но это такие Болезненные вопросы Которые очень часто Решаются Гораздо проще С чужим человеком Да И вы то в этот момент Тоже Не совсем в ресурсе То есть правильно Правильнее Вот эту свою боль Которую Испытывает родитель Не переносить на ребенка Ни в коем случае А отдать лучше в руки Специалисту Которому вы доверяете И он поможет Ребенку Прожить Справиться с этими Эмоциональными состояниями Вот что-то Такое С чем я справиться Не могу Потому что Во-первых Я не специалист Во-вторых Я Сам не в ресурсе Мама Да И ребенок Или папа Да Который не всегда Может это Грамотно сделать И решить Во-вторых Я сам Не в ресурсном состоянии Поэтому Зачем мучить Всех Если можно Все сделать Гораздо Экологичнее И эффективнее Да И наверное Вот такую Прямо маленькую поправочку И не надо думать Что само рассосется Не рассосется Да То есть Как бы Вот эти вещи Очень-очень важно Чтобы люди Сейчас это услышали Это понятно Не просто потому Что мы там Придумали А потому что Приходят потом Взрослые 30-40 летние 50-летние люди И с болью Вот за то время За тот развод Да Не рассасываются Само Спасибо большое Итак Сегодня мы говорили На тему развод Выход на новый уровень отношений Возможно ли это Оказывается возможно И если вдруг Что-то случилось В вашей жизни Помните о том Что лучше все-таки мир Нежели военные действия Сегодня у меня в гостях Наталья Рыбакова Клинический психолог Наташа спасибо Было очень интересно Мне тоже было очень интересно Спасибо огромное Это программа Практическая психология Всем любви Мира и счастья Хорошего дня Практическая психология Практическая психология Субтитры создавал DimaTorzok